Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. У меня еще вопрос такого порядка. Вот я общаюсь с разными священниками. Одни из них к вам расположены очень, так сказать, уважительно. Хоть иметь какие-то критические замечания, ну каждый человек имеет право на это. Но в целом вас признают как выдающегося миссионера, из предников православной веры. Но есть такие, которые и на дух не переносят. А есть такие, которые ничего не говорят, но ведут себя таким образом. Я когда обратился к нашему священнику с просьбой рассказать, что же читалось во время богослужения из притча Соломона. Рассказать на русском языке, потому что чтение на церковнославянском непонятное чтение. Он мне ответил, что я не богослов. Но я тогда начал читать Библию самостоятельно и притчи царя Соломона. И я увидел такую мудрость, это божественная мудрость. И сразу, так сказать, мне мысль пришла. Ну как так? Имея такое богатство мысли божественной, имея такую премудрость, ее не рассказывать людям. Я говорю, батюшка, вот у нас люди, христиане, которые ходят в наш храм, они совершенно не знают этих вещей. Ну давайте мы начнем проводить занятия. Ну он говорит, ну хорошо, знаешь, проводи. А потом, когда он начал рассказывать людям и о канонах церкви и так далее, и о крещении, как оно должно быть, ему это не понравилось. И он заявил на проповеди, что у меня нет церковного, духовного образования, поэтому мне не дано проповедовать. Другой священник молодой, которым обратился по поводу того, чтобы были комментарии на прочитанное Евангелие апостолов, на пророков, которые читаются в храме церковнославянском, заявил так, дело то, что говорит, проповедовать может только священник, и больше никто не имеет права. Это что получается? Если человек самостоятельно, побуждаемый Духом Святым, не какой-то там прелестью, Духом Святым, полюбил Слово Божие и начинает рассказывать о нем своим знакомым, близким, самому окружению, то получается, по мнению таких священников, это нарушение чего-то идет. Ты не имеешь семинарского образования, не заканчивал духовную академию, и вдруг ты начинаешь об этом говорить. Я привожу в пример постановление Вселенского Собора, по которому мирянам не допускается выступать с проповедью догматического характера. А по вопросам проповеди Слова Божия, никакие запреты наши святые отцы не устанавливали. Вот что вы можете сказать по этому вопросу во свете Библии, во свете канонов Вселенской Православной Церкви, по поводу проповедей Слово Божие нами, православными христианами, которые должны быть на порядок выше всех сектантов. Что отвечать? А надо ли отвечать? Вы заранее обречены на то, что вас не услышат, и не будут даже разговаривать. Есть запрет мирянам проповедовать в храме. Ну и все, на этом кончилось. В мире все проповедовали дети, жены. Это деяние апостолов, 8 глава, 4 стиха. Рассеившись, ходили и благовествовали. А апостолы были в Иерусалиме, как Иоанн Златоус объясняет. Вот священникам не нуждаются, и ты отойди от него. Отойди, то есть не бери его, он тебя будет гнать. Я прошел все эти этапы, все эти матарства. Их не переубедить. А чем я жить буду? Я говорю, ну это же не правда. А чем я жить, семью кормить буду? Ну и все. Ты свидетельствуй. Вот мне приходилось свидетельствовать везде. Везде. И в метро в Москве, и в храмах, и в Третьяковке, и в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге. И на территории, возле Кремля, Кремля в полотную. Около пушек там, около этих колоколов, церковок. Ну то есть, трудно представить, где я не проповедовал. И в Америке, в радиостанции «Голос Америки», в храмах, при епископах, при митрополитах. Но пока я не был рукоположенщицам, в храме я не проповедовал. Переходили в столовую, столы опрокидывали, чтобы больше места было. И тогда, когда батюшки не было, при батюшке никак, как тогда приехал епископ и меня руку положил. Теперь я в храмах проповедую. Вот приехал митрополит, служба уже кончается, он мне говорит, скажите проповедь. Митрополит, он знает, что я не священник. Ну там, звание-то какое, еврейтор перевести. Не надо смотреть, говорят они, препятствуют. Тем больше, выше моя награда будет, что они препятствуют. Никак на мне это не отражалось. Я должен был говорить то, что есть. И они сами тогда говорят, священники выступают в печати, за мной они гоняются. И это отображено в книге «Для Слова Божия нет уз». Там есть статья такая, обо мне церковь молится, об Игнатии Лапкина. А я узнал, что статья вышла такая. Я тут же написал статью и тут же в газету отдал Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин молится за имперхарное управление, за священников. Что они делают? Они новых людей ко мне направляют. Когда узнал про статью «Собеседник» и «Быков» писатель написал, журналист Дмитрий Львович, то я спросил про ректора Семкина Бориса Васильевича. А хорошая статья, он говорит, даже не поймешь. Но видно, что нерасположенный человек пишет. Но любая антиреклама – это реклама. Люди, а кто такой? Кто вот антиреклама? Была про меня какое-то рождественское чтение? Это в шестом году. Там Гворькин был. У меня, я утром гляжу, посещаемость увеличилась в 20 раз. Я говорю, то ли сбой техники, что-то. Или где-то что-то такое про меня говорили. Так и было. Потом проявилось и все. Вы сказали, священник, он знал. Вы остались тот же самый. У вас тут ничего не отнял. Продолжай вести занятия дома. Батюшка, я буду вести занятия дома. Можете сказать ему, нам прятаться отечего. Он, пускай он отключает занятия дома. По Библии, православной. Нет. Пока ни одного отключенного нет. Только он гремит, а ничего нет. Нет. Вот священники, да я правильно буду крестить. Меня сразу запретят, пока ни одного запрещенного нет. Хотя ропот есть. Там они деньги требуют за полное погружение дополнительно. Деньги. Ну, наемники, наемники. Что спрашивают? Христос определил. Не можете служить Богу и мамоне. А они пытаются совместить несовместимое. Поэтому не надо на это смотреть. Что так ведут себя. Так вам ответили. Вы много разговариваете с ними. Не надо доказывать. Батюшка, мы занятия организуем. Он будет против. Никто не ходите на занятия. То другое. Люди заинтересуются. Больше будут ходить. Никак. Потом станет известно выше. А потом это священника приструнят. У меня на сайте есть материалы, которые я опубликовал еще, когда интернета не было. Называется «О тьмы к свету». И там есть, я отовсюду брал рассказы, журнал «Паломник», церковный, суровый такой журнал «Просветители». Муж живой, молодой священник, его направили. И он теперь стал людей собирать, свидетельствовать и в храме. А бывший, а который настоятель, благочинный, это там, ну, отец там Прохор, кто он, он возмутился. И взял на него и жалобу написал. Такой-то, такой-то смущает народ. А в хире ему сразу запрет этого молодого священника, и говорит, на исправление в монастырь на один месяц. Ну, и он уехал, приехал туда, там, кто такой-то, а, вас таких уж много тут прислали. Там в монастыре-то. Ну, монахи, как всегда, согнувшись, он говорит, а можно мне пропадет? Можно, тут запрета нет на это. А то он стал говорить, монахи друг другу стали говорить, кого нам прислали, о Христе говорили. Я исплакался весь, а то грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный. Он показал, что мы искуплены кровью, я никогда не знал этого. Другому, третьему, храм наполнился. Тот настоятель, который там, выгнал его, он ничего не знает про это. А здесь приехал один по каким-то своим делам генерал. Зашел в пропасть. Или у него служка зашел туда, и говорит, дядя, послушай, там, нового прислали. Вот, говорит, да говорит, еще послушай. И он послушал, это растрогался, раскаялся, семейную жизнь исправил. А ему друг архиевер. И он поехал, встретился, с ним, ну как дела, да слава Богу. А знаешь, владыка, недавно я в монастыре был. Ну что, слышал, я что-то захудал, и такой монастырь, и народу мало. Да что вы. А вам когда это говорили? Месяца два назад. Вы сейчас посмотрите. Народ с окрестностей, отовсюду в монастырь, хоть не закрывают. Да вы что? А почему? Там какого-то прислали священника, вы его наказали. Он отбывает срок, там, месяц. Так уже монахи сейчас плачут. Как уберут его-то, ничего не будет. Они говорят, а только смотри внутрь себя, там одна чернота. У меня что я был, я почему ушел-то? Потому-то там дочь насиловал. Всякие грехи открывает. Марфиев, а кто же это? Ну-ка посмотри. А ему сказали, из такого-то села. А кто на него пожаловался? Да кто? Благочинный. Он говорит, знаешь, что там дьякон прислуживает? Переодевайся. Поехали. Простыми монахами. Он приехал в монастырь. Стал, в сторонке там, где я повешен. Стоит, послушал. Архиевия так тронула слово там. Он ни слова не говоря и поехал туда, где он служил. Ну, сразу к старости. Староста принял, монах на долгость. Простите. А потом зашел к матушке и говорит. Матушка, лицо его мне знакомо. Ну, не пойму, где я его видел. Где-то я его видел. Да брось ты тут. Столько людей перебыл. А то он угостил его. Он говорит, а где ваш такой смещенник? Да убрал его наш там Елеферий-то. А почему? По зависти. К нему народ-то идет. А матушка-то у нее учительница. Она среди детей начала вести по всей деревне. Дети собираются, учат грамоти. Да учат их божественному. Ой, какие хорошие. Но архиерей-то, видно, не разобрался. Архиерей же дел много. По всей эпохе ездит. Владыка, а вы рыбу откушаете? Я недавно поймал. Угостил его. Поехали по-хорошему. И он зашел там в другую комнату у себя. Вышел и кричит. Матушка, а что мы наделали-то? Иди сюда. Портрет-то висит. Так же архиерей наш был-то у нас-то. А я что-то не лишний наговорил. Вот это будет мне теперь. Как бы меня не убрал тоже. Архиерей-то строгий. Месяц кончился. Этот приезжает обратно. Матушка радостная дождалась наконец-то. Голубок приехал-то. И вдруг отец Андрея, его звать, он получает пакет с епархией. Ну, думает, какой-то дальний угол заводит меня потихоньку, раскрывает. А там камелавка. Там ему метр, там, кажется, еще что-то. И сегодня вы будете благощиной. А в благощиной переводится в простые священники, там, или на покой. Вот просветители. Это взято с натуры. Я знаю этих людей. И таких рассказов у меня там очень много. Пять пленок, кажется, было. Это слушать. Если пленка 8 часов 20 минут, то представьте, сколько. Так вот. И работать надо просветители. Ну, наказал меня архиерей там кто-то. Да. Он сильно архиерей гневался, что я за русский язык. И говорю, меня отключить, а батюшку запретить. Это тоже опубликовано. Наш. Да, я читал. Считал. Ничего. Сам перешел на русский язык. Бог. Мне сегодня Марьясов скинул. Дескать, вот такой ролик скинул мне Александр Андрусенко, брат. А этот же ролик скидывает о преемственности. Там выходит один фильм, ставит, что преемственность не нужна. Мы все, я говорю, это у меня на сайте, там книга открыта о крестном православии. О церкви, о священстве. Считайте. И этих, это сатана последнего признает. Он против Библии идет, против церкви. Больше говорить не о чем. Еще буду говорить. В моих материалах все отвечено. Все. Полностью тема. Иларион Троицкий об этом пишет. Книга целая, толстая книга. Вне церкви нет спасения. Они вне церкви. Нет рукоположения. А не сейчас рукоположения, чтобы узаконить беззаконие. Это нельзя узаконить, как законным путем. Я сегодня уже утром успел на это ответить. Так что продолжайте работать. Вы меньше всего за попов цепляйтесь. Ну, говорите, что в храм ходить надо. Там священник получить благословение, благодать освящающую. И на этом все. Веди работу, где бы ты ни был. Дорогой едешь, в поезде за столом сидишь, свидетельствуя о Боге. Я когда ехал с Ростова в Потеряевку, то в поезде периодически прокручивал документальный фильм «Сладус из Потеряевки» или «Голосопрещение в пустыне. Второе крещение Руси», где героев этого фильма, наши режиссеры, показания села Потеряевку православную. У вас в частности. Я скажу так, что люди смотрели с большим вниманием этот фильм. А один молодой человек вообще, так сказать, был очень поражен. Так это то время, то время, когда вот предчувствие фильм, его показали в самый большой кинотеатр в Барнауле мира, около вокзала. И там была Юдина Зоя Павловна, директор. И презентация была. Приехал режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. Меня вызвали туда. С этой стороны там Фатима одна выступала. Фарида. Фарида. Это ярмарк там, фильм когда ставят. Вот такой есть. Она тоже говорила что-то, говорила полезное. А она говорит, а я сидела с мужем в зале. У меня, говорит, зубы щакали. Я думала, она меня арестует. Такой фильм. А перестройка уже начиналась. Такой фильм про коммунистов. Так говори. Я боялась, что меня в зале арестуют. А сегодня, когда уже все забыто, уже того накала не дает. Вот. Я приехал в Нью-Йорк, в Вашингтоне был. А мы, говорит, были в Москве. Этот фильм, говорит, в каждом метро продавался. Вы, наверное, миллионером стали. Я говорю, ни одной копейки, ни рублями никто не дал. А за что? Так вы, главный герой, этот фильм вытянули. Главный приз на международном киноконкурсе в Югославии «Золотой визит». И вообще это не... А за что я буду брать? Вот я есть и все. Они фотографировали, делали. Да как вы говорили? Ну, говорю. Так вы могли пострадать. Так я на это и иду. И весь ответ. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. И дай Бог вам здоровья, творческих успехов в деле проповеди Слова Божьего. Аминь. Аминь. Пославу.